Здравствуйте, товарищи. Здравия желаем, товарищи, генант. Недружно. Еще раз. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаем, товарищи, генант. Больно. Так начинается пребывание школьников в расположении лагеря. С первых минут сопровождающий знакомит гостей с полевым бытом солдат. В каких условиях живут, чем занят день, что делают войны в свободное время. Сзади вас вы можете наблюдать импровизированный кинозал, кинотеатр уличный под открытым небом, под звездами. Военнослужащие вечером просматривают фильмы, включаются им, военно-патриотические. Современно солдат должен быть политически грамотным и психологически устойчивым. Об этом тоже не забывают даже в полевых условиях. С утра передают радиогазету, записываются все новости основные. Также передается музыка, музыкальное сопровождение идет. Тестирование, анкетирование личного состава, беседы с личным составом. То есть все морально-психологическое обеспечение личного состава происходит вот в этой палатке. Ну и, конечно, физическая подготовка бойца – это основа. И поэтому спортгородок – одно из главных мест в полевом лагере. А вот так, например, выглядит изнутри палатка, где отдыхают военнослужащие. Внутри с легкостью помещается до 40 человек. Школьникам даже предлагают закутаться в спальные мешки. Рассчитаны они, кстати, на температуру до минус 40. Если еще и поддерживать тепло в палатке, то замерзнуть шансов мало. Что, как ощущение? Ну, нормальная спальня. Это весело. И, конечно же, какая экскурсия без военной техники? Основная масса ее в полях, но все равно нашлось на что посмотреть юным экскурсантам. Например, гусеничный двухзвенный вездеход «Витязь» предназначен для транспортировки боеприпасов. Есть модели и для доставки личного состава в особо сложных условиях. Машина надежная, пройдет практически везде. Благодаря такой конструкции вездеходы «Витязь» обладают потрясающей проходимостью и способны преодолевать препятствия высотой до полутора метров и шириной до четырех метров. А это БТР-82А. Экипаж три человека, командир, механик, водитель и наводчик. Десант семь бойцов в полной современной экипировке. В башенном модуле установлена 30-мм автоматическая пушка. Есть усовершенствованная система обнаружения и тушения пожара. В 2014 году эта модель вошла в топ-10 лучших бронетранспортеров по версии влиятельного международного журнала «Ами Технологи» по показателям защиты, огневой мощи и мобильности. Восторг даже у нашей съемочной группы. Ну, когда еще побудешь за рулем настоящей боевой машины? Ну что, пользуясь моментом, залезли в военный БТР. Честно сказать, никогда за рулем такой машины я не был. Что касается места водителя, здесь просторно. Здесь действительно просторно и очень удобно. В принципе, здесь, наверное, очевидно сидит наводчик. Ну и обзор. Обзор. Да, все хорошо, отлично видно. Не знаю, мне за рулем этой машины достаточно удобно. Но самое главное – впереди тренировка личного состава перед основными этапами больших межвидовых тактических учений. У школьников появилась уникальная возможность увидеть все своими глазами. Напомню, что по легенде учений военная разведка установила, на нашей территории сосредотачиваются незаконные бандформирования. Есть угроза вывода из строя важнейших объектов металлургического производства аэропорта и морского порта. Бойцы совершили морской переход, и сегодня их задача – найти, блокировать и уничтожить вражеские силы с применением разведывательно-огневых комплексов. Увидеть жизнь участников столь масштабных учений изнутри ребята из военно-патриотических клубов смогли благодаря сотрудничеству военных и представителей Норильского воинского братства. Входят в него ветераны морской пехоты, воздушно-десантных войск, артиллерии и погранвойск. Многие имеют за плечами личный опыт участия в различных локальных конфликтах. Людей, которые прошли различные военные конфликты в городе Норильске, достаточно много. Ну и хотим показать, что все-таки лучше воевать, скажем так, на полигоне, на тренировках, на стрельбищах, чем на настоящей войне. Поэтому лучше пускай проведут время, посмотрят все-таки на стрельбище, на полигоне, нежели как-то увидят это по-другому. В процессе планируется очень большая такая патриотическая работа со стороны, так сказать, ветеранских движений, то есть морской пехоты, пограничных войск, воздушно-десантных войск. И будем в дальнейшем уже развивать все это. Ну а что касается самих ребят, ради которых и затевалась эта экскурсия, то интерес у них неподдельный. Некоторые всерьез подумывают о военной службе. Я хочу связаться с этим жизнью. Ну то есть, моё прям? Тво моё, да. Мне нравится. Серьезно? Я хочу, да. Я хочу пойти в Вареню. Какие-то предпочтения есть? Куда? Морской флот, военно-морской флот. Так и закончилось однодневное пребывание школьников в полевом лагере военных. Наполненные позитивными эмоциями дети и взрослые отправились домой, а у военнослужащих впереди ещё новые эпизоды больших учений. Михаил Чернов, Артём Смирнов и Алексей Каменев. Новости северного города. Специально для ТВ21+. Один плюс. Один плюс.